Девушки отдыхают Спасибо, господа, что всю неделю с нами. По традиции разбираем предыдущие рекомендации. Техническая команда делала ставку на покупку Southern Energy. И вот здесь просадка случилась бы в пределах 1% по данной рекомендации. Она не сработала. Фундаментальный эксперт рекомендовал нам покупку валютной пары британский фунт, американский доллар. И вот если мы посмотрим, вот тех уровней, которые были озвучены в эфире, актуальные на момент эфира это 1,2264. Выход случился бы совсем не намного выше. 1,2266. Доходность 0,01%. Но все равно рекомендация сработала. Поэтому фундаментальный эксперт у нас получает балл. И таким образом счет текущей команды 2-1 в пользу фундаментальных экспертов. Ну а технические аналитики ведут в счете с начала текущего года 2,211. Существенный разрыв сформировался. Давайте, Станислав, тогда посмотрим на перспективы Southern Energy до конца, например, следующей недели, которая будет на российском рынке укороченной. Может быть, в более долгосрочной перспективе? Все идеи, которые я озвучиваю здесь в эфире, они носят характер такого стоимостного инвестирования. То есть это компании, которые можно приобретать на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную перспективу. Естественно, что самое сложное на рынке это определить тайминг, время входа в позицию. Время входа мы уже обозначили вчера, например. Те, кто успел купить, до каких уровней могут ждать? Те уровни, которые озвучивал накануне, они будут достигнуты. Я думаю, что просто по времени придется подождать подольше, нежели, как я говорил. Ну, то есть это мы какие уровни обозначали? Там в районе 9-10? 8-80 я, по-моему, называл. Мы, по крайней мере, туда должны вернуться. Что касается, Артема, вашей рекомендации, британский фонд, в общем-то, среагировал умеренно благоприятно. Появились еще новые подробности по Brexit, и в частности, законопроект о запуске Brexit вернется на рассмотрение Палаты общин 13-14 марта. Что может измениться в преддверии возвращения в Палату общин этого закона? Да, прежде всего, я хочу сделать акцент на то, что моя идея, которая предполагает как косрочный, или, можно уже говорить, среднесрочный рост фунтана, сохраняет свою актуальность. Но единственное, что я вчера говорил про довольно длинные стопы, сегодня их можно подтянуть до отметки 1,22 по этой валютной паре. Теперь я считаю, что нам нужно полностью фокусироваться, опять же, на приближающемся Brexit, и прекрасно понимать, что, в принципе, как только статья, о которой говорилось в 50-е, будет инициирована, это произойдет, я думаю, что, как было обещано и сказано ТРЗМ, в конце марта. До этих пор есть возможность поспекулировать на факте того, что сделка будет, пусть и повторной, но согласована в двух палатах парламента. Я уверен, что войдется без каких-либо промежуточных соглашений. Это локальный позитив. И этот локальный позитив нужно сейчас дисконтировать стоимость актива. И, если вот позволите, можно еще даже провести параллель немного технического характера. К примеру, с парой еврофунт, которая для многих трейдеров по фунту является бенчмаркой поведения. То есть, все-таки не фунт доллара, а именно еврофунт. Еврофунт. Вы понимаете, парка на Брекзит или просто? Все правильно, все правильно. Еврофунт можно использовать для того, чтобы определить, что произойдет с британцем. В частности, европейская валюта сейчас будет в большей степени восприимчива к политическим рискам национального характера. Считается то, что они превалируют на той же самой темы Брекзит. Поэтому, если в ближайшее время мы увидим снижение европейской валюты, то фунт сможет избавиться от краткосрочных медвежьих ожиданий. И до инициирования 50 статей, я надеюсь, доберется даже до отметки 1.25. Ну вот, еврофунт на Брекзит. Те, кто хотят следить, можете обращать внимание на эту пару. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, что же будет с сегодняшним бенчмарком со стороны команды технического анализа. Станислав, ваши две минуты, пожалуйста. Спасибо. Сегодня идея у меня по приобретению компании General Electric, ее акций. Можно посмотреть на график и убедиться в том, что за последние несколько недель, вернее, со второй декады декабря, акции этой компании упали более чем на 10%. Все это контрастировало с движением индекса Dow Jones, который достиг рекордных значений. Соответственно, по акциям General Electric есть возможность искупить вину и, соответственно, догнать те бумаги, которые уже ушли вперед. Мы можем посмотреть на технический график и вспомнить про то, что любое движение на рынке не происходит по прямой линии. И сейчас мы, скорее всего, будем формировать вторую волну коррекционного отскока, которая может, в принципе, стать в конечном итоге полноценным импульсом. Здесь, к сожалению, не обозначен эллипс, который я присылал в студию. На уровне 30 долларов, чуть ниже, в принципе, была инициатива у медведей, но они ей толком не смогли воспользоваться. Минимальные объемы торгов были зафиксированы с конца декабря. Это означает, что интереса к продажам на текущих значениях у игроков нет. И на рынке, так как пинг-понг, перетягивание каната, сегодня быки должны воспользоваться этой инициативой, предоставленным шансом и погнать котировки обратно к отметке, по крайней мере, 30 долларов 60 центов, где был зафиксирован последний, предыдущий локальный пик 21 февраля. Поэтому я рекомендую покупать эти акции с открытием. Стоп я рекомендую поставить ниже минимума первого часа, уменьшенного на 3 цента. Ну и на отметке 30.59 я предлагаю 50% позиции закрытые, оставшиеся, сохранить, потому что есть шансы на то, чтобы котировки могут двинуться ближе к 31 доллару и пойти дальше. Что касается фундаменталифакторов, то у компании General Electric интересное будущее. Компании расстаются со своим индустриальным прошлым и вторгаются в цифровое пространство. Есть экосистема Predix, аналогичная Android и iOS в мире промышленности. Есть 3D принтеры. В общем, очень интересная компания. И General Electric не случайно присутствует в индексе Dow Jones с момента его основания. Она будет там присутствовать и всегда, потому что там отличная школа менеджмента. Они понимают, как меняется экономика, как меняется, соответственно, должна меняться компания. Вы так интересно рассказываете, что я даже не стала вас останавливать по истечении ваших двух минут. Многопрофильная компания и Станислав у нас предпочитает такой реальный сектор экономики. А вот что выберет сегодня фундаментальный эксперт Артем? Мы сейчас узнаем, пожалуйста, две минуты. Спасибо за предоставленное слово. Сегодня я предлагаю всем тем, кто интересуется рынком драгоценных металлов, обратить на него немного больше внимания. И предлагаю поставить на продажу золото. В частности, те, кто следит за этим активом, прекрасно могли заметить, что последние несколько недель этот инструмент, ну, за исключением, конечно же, текущий, пользовался активным спросом. Почему? Потому что, как и всегда, золото использовало свой классический, классическое свойство защиты. Когда растут какие-то неопределенности, панические настроения, трейдеры делают ставку на те инструменты, где можно отсидеться. Вот золото у нас и подрастало. Сейчас картина резко изменилась, потому что на, скажем, арену основного анализа фундаментального фона выходит у нас доллар. Тем более, что на этой неделе мы уже много обсуждали того, что сказал Трамп. Опять же, его анонс бюджетных расходов в формате одного триллиона долларов – это то, что будет долгосочнее, уверен, влиять на позиции американского доллара, поскольку мы уже переключились от прежних обозначенных рисков протекционизма, потому что в последние несколько месяцев слышали только угрозы возможной деглобализации и развязывания торговых войн, чуть ли не со всей мировой экономикой. Сейчас, наконец-таки, стимулы. Плюс ко всему, вчера у нас было несколько важных отчетов по штатам, которые также поддержали американца. Заявки на пособие по безработице. Здесь можно говорить уже о том, что этот релиз стал лучшим за последние 44 года. Такой статистики, конечно же, давненько не видели. И это релиз перед Non-Farm Pulse, который мы будем анализировать буквально на следующей неделе. Все это, разумеется, продолжит влиять на позиции американца. Мы видим, как первыми отреагировали доходности американских трежерей. С двух лет уже добрались, по-моему, до максимума. С 2009 года это 1,32% десятилетки, на отметке сейчас 2,5% торгуются. Поэтому по золоту сегодня я предлагаю дождаться конференции Джанет Хьеллен и поставить на ослабление с уровня 1229. Сейчас чуть ниже торгуется актив. Я рассчитываю, что он поднимется и оттуда уже продаем. Take profit у нас пусть будет на отметке 1210 долларов за тройскую унцию. А что касается стоп-лосса, 1245. Станислав, но ведь биткоин дороже золота. Буквально накануне историческое событие произошло, когда вот такая криптовалюта, ничем по сути не обеспеченная, перевалила за стоимость золота. Если мы сейчас наблюдаем за 1227, где-то в районе этого торгуется золото, то биткоин, например, на торгах электродной биржи Kraken вырос накануне на 2,5%, 1255 где-то достигал. Скажите, с чем связан такой феномен? Даже уже выше связан с тем, что в настоящий момент комиссия по ценным бумагам рассматривает вариант создания одобрения ETF на биткоины. Это большое событие для рынка криптовалюты. Да, то есть возникнет возможность у рядового инвестора инвестировать в такой актив перспективный и, соответственно, на этом зарабатывать. Поэтому тут еще есть информация о том, что Китай, который был всегда оппонентом для цифровых валют, для биткоинов, в самый настоящий момент разрабатывает собственную цифровую валюту. Поэтому это большой сигнал того, что за этим будущее и, соответственно, хочется, не хочется, все равно так или иначе сюда будут идти средства инвесторов. Артем, но вот создается ETF на биткоины в Америке. А российским инвесторам будет ли доступен этот инструмент, поскольку власти-то рассматривают его как пока некое нежелательное воплощение в нашей финансовой системе? Я бы еще добавил относительно того, почему сейчас биткоины пользуются повышенным спросом. Я связываю это, к примеру, еще с недавним заявлением, которое сделал Народный банк Китая о том, что они хотят перевести юань вообще в цифровую валюту, поскольку считают, что это дань уважения. Сколько лет на это может потребоваться? Ну, это трудный вопрос, потому что прецедентов не было. Одно дело желание, а другое дело, если это через 10 лет, зачем сейчас вкладывать в некую цифровую валюту? Потому что растут платежи через мобильные терминалы, через компьютеры, требуется новый формат, опять же, этих платежных средств. Вот по поводу российского, опять же, российских реалий, то да, есть негативный настрой к криптовалюте. Но вот если говорить про непосредственно алгоритмы создания криптовалют, вроде бы как они не запрещены. Даже разрабатываются системы кадастрового учета, цифровых подписей. И Сбербанк должен запустить как раз свою экосистему на основе... Если им удастся все-таки найти способы регулировать транзакции через криптовалюту, потому что это главный камень преткновения. Центральный банк хочет все-таки контролировать и при необходимости получать информацию о том, откуда деньги идут и куда деньги идут. И еще вопрос по поводу обеспечения. Ведь криптовалюта, она не привязана ни к одному банку и, в принципе, ничем не обеспечивается. Ну, не знаю, либо это государственные гарантии могут быть для криптовалюты. А как это государство может гарантировать то, что не имитируют самостоятельно? Это как предложение просто. Если уж не могут обеспечить и не хотят, возможно, национальными деньгами, могут быть какие-то альтернативы. В частности, о предложениях, например, пару дней назад в своей стратегии роста до 2025 года Борис Титов предложил легализовать в России биткоин и говорит, например, о том, что криптовалюты позволят обходить санкции, обходя санкции любые институты, привлекать инвестиции для российской экономики. Сможет ли быть реализована до 2025 года вот такая инициатива, если она найдет поддержку, скажем, в экономическом блоке? Я думаю, шансы на это есть. Что для этого нужно сделать? К сожалению, у меня специалист в этой области не могу подсказать. Могу сказать, что в настоящий момент уже сейчас есть эксперименты в этой области у Швеции, в принципе, Скандинавы, впереди планеты всей. Там есть такое предложение каждому человеку предлагать какой-то минимум денежных средств, выплачивать безвозмездно и не собирать налоги. И, соответственно, сейчас там же как раз идут эксперименты по созданию собственной цифровой валюты. И, может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Время» с Жасимом Тимберлейком, мы, собственно, к этому стремимся. И я думаю, что лет через 2.30... То есть у всех у нас будут такие часы встроенные, которые будут отсчитываться? Ну, это будут не часы, да, это будет не связано с жизнью человеческой. Просто что наличные деньги, они просто потеряют свое значение, и все будут... Через сколько лет это может произойти глобально и в России? В передовых странах, я думаю, что это может быть уже лет через 5-10 уже будет совместное обращение наличных средств и безналичных в таком виде. А окончательно это все, думаю, что лет 30-40. Ну, а в России также платформа для привлечения средств WebMoneyFunding представляет пользователям ВКонтакте возможность оплаты биткоинами. Это уже буквально перспектива самая ближайшая. Поэтому действительно криптовалюты в России так или иначе начинают свое присутствие. Уважаемые телезрители, я напомню, что свои вопросы и комментарии вы можете направлять на адрес электронной почты батлсобакарбситв.ру. И представляю участников текущей недели. Это Станислав Вернер, независимый управляющий активами. Он боролся за команду технического анализа. Фундаментальным аналитиком выступал Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. На данный момент счет текущей команды 2-1. В понедельник подведем итоги. И, конечно же, всем удачных выходных. Не переключайтесь, рынки позиций. Елена Хрупова, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин